имея свой небольшой сад можно ни от кого не зависеть обеспечить себя необходимой полезной высококалорийной едой а излишки тому кто пожелает хоть так отдать хоть продать человеку для счастья очень немного надо что-то в этом есть жить в райском саду слушать пение птиц сейчас уже зима птиц нету так соседские петухи может быть иногда прорежут это видео а так тишина благодать даже соседи не пилят не стучат и не кричат и прямо с ветки в рот плоды подобно робинзону скажите где столько земли а ее много и не надо хватит вполне тех шестисоток которые вам достались те славные времена когда их давали кому хочешь и за даром и так на этих шести сотках обязательно базовая культура вот вам показывает две три сотки высоко высоко урожайной сортовой лещины южных районах можно фундук белок и углеводы калорийность как у жирных сортов мяса так где-то кот тут верещит а как же без него ни одно видео не не удается снять обязательно он где-то присутствует покажу на голос идет сукин кот и так высококалорийная высоко урожайная лещина вот база это главное хватит калорий 2-3 соток на всю вашу семью на целый год это зимостойкая культура граница естественно обитания южные районы карелии вятской губернии пенского края а его вологду я еще забыл упомянуть а северные уже растут кедрачи и вообще в северных краях народу там не очень много леса реки рыба выжить можно а вот центральных и южных районах страны нашей народу много сейчас пока все есть все хорошо но неизвестно сколько это хорошо продлится в сибири есть кедровый орех и он помог выжить народу голодовки никогда в сибири голода не было уже я говорил лещина малоуходная культура не требует она абсолютно никаких больших трудовых затрат усилий и кроме всего прочего она еще дает и дрова вот там дровишки лежат под весом в наше время когда перебои то с теплом то с электричеством это тоже немаловажный аргумент силы только тратятся людские на уборку урожая и на вырезку устаревших стволов казалось бы все ясно но если какой-нибудь инопланетянин марсиянин прилетит на землю посмотрит на посмотрит русскоязычный youtube там виноградари правят балом сплошной виноград и выращивают выщипывают ломают укрывают закрывают операции проводят зеленые и прочее в общем дурдом самый настоящий но пользуется сумасшедшим успехом вот эти видео не спорю культура очень полезная первую голову конечно сухое красное вино изюм стратегическая культура вине стратегический запас и лечебные говорят что виноград сам по себе не лучше он конфет то есть сладости много но без него никуда особенно повторяю для вина красного сухого случись какой выброс радиации пугают нас все угрожают но ничего чернобыль пережили сухим вином красным ну как будет дальше не знаю не буду гадать так вот культура трудозатратная и вдобавок даже южные районы страны подвержены морозам а зимой это температурные качели в связи с потеплением климата и бывает что рано открыли тот виноградник и хана ему либо выприл он там мыши поели в укрытиях но проблем хватает а вот для неукрованного винограда все мизерные эти площади южных районов приморских народ там конечно занимается этим делом а в остальных по причине вот повышенной влажности требуется многократные химические обработки 10 как минимум вот и думайте какое-то вино какие-то ягоды кроме того плохо вызревает мало набирают сахара а виноград в минске в липецке это все абсурд это все дуристика это все делается только с одной целью ну сейчас я остановлюсь на этом поподробнее не будет в этих северных районах натурального хорошего винограда в общем визу много а толку мало а вис на ютубе не шуточный по простой одной причине нажива и лохотрон ради нее поднимают там женой кисти огромные сам не может поднять ну накачивает их специально этот трюк давным-давно известен с одной только целью покупай вот эти хвостики мышиные саженцы виноградные изобретаются постоянно якобы новые сорта все эти сорта новые тройки подарки памяти в общем дерьмо собачье и дребедень есть от силы десяток сортов которые требуют там одной-двух профилактических обработок а вообще устойчивых к болезням может быть на пальцах одной руки в общем убил себя огромным трудом ни винограда ни денег ничего вы не хорошего не получите так что совсем не держать виноград на участке почему для вина изюма еды обязательно 35 кустов и желательно на арке ну есть много видео у меня на эту тему почему и какие сорта можно узнать если смотреть 35 кустов более менее устойчивых сортов монокультура это себя не оправдывает все делается с одной целью набить карманы разводят народ а народ болван этому и рад аплодисменты там лайки все время я об этом вот хочу показать вам одну сотку земли 10 на 10 и даже тут наверное нет одной сотки земли что у меня растет на этом участке в 3 с лишним этажа на заднем плане черешня все время ее показываю вот вишня черешня ветеран за 50 лет вот уже там верхушки я поспиливал но живет она а вот из порослей выросла на замену ей точно такая же вишня черешня что можно сделать из вишни казалось бы и черешня казалось бы гнилого товара сухофрукты варенье джемы разного рода в общем все что душе угодно а вот под ними на втором этаже растет кизил тоже очень полезная лечебная культура есть видео там сушеный кизил очень полезен джемы разного рода солить его можно мариновать по типу маслин куда там тем маслином до до кизила растение лекарь видите на втором этаже но тут у меня ориентировка сада с юга на север то есть как бы тут частичная полутень но этого хватает всем всем культурам второй этаж на первом этаже вишня черешня черешня на втором этаже кизил вот у меня здесь персиковая роща небольшая в горах прохладный здесь климат но благодаря поздней обрезке персики у меня ежегодно и это на моих видео видно я всегда показываю свои урожаи в отличие от тех деятелей которые пошли там что-то нащелкали а что выросло не известно чуть пониже яблоня тоже ветеран привиты несколько сортов груши здесь и вот там вдали видна виноградная беседка видны мощные стволы винограда и для вина и для изюма всего хватает не надо гнаться за количеством там у меня 86 сортов до сотни боль кому это надо это все дребедень там две-три кисточки на этих сортах а земля пустует земля занята а случись жареный петух вот обычное видео снимаю петухи кричат ну сегодня что-то они примолкни не знаю почему собаки только скулят а на первом этаже видите я видны ямки это у меня здесь ремонтанты малина посажена уже она обрезана там на 2 на 3 сантиметра над землей есть там вот смородина чуть не мокро в саду трава мокрая смородина и черная и красная в общем первый этаж малина смородина чеснок там у меня пониже чуть растет второй этаж груши яблоня кстати яблоня очень устойчива к тенике невыносливая культура персики кизил фундук ну а нулевой этаж или полуподвальный как вам нравится это лещина прошу прощения лещина в серверном языке это пырей не смейтесь грянет если ядерная зима года три копать из-под земли корни пырея и хлеб печь то что надо ну а те три мешка муки которые вы себе запасли через полгода максимум они пропадут от всяких толгоносиков моли и прочих вредителей делайте выводы смотрите полезные видео всего вам хорошего что-то что-то что-то